Почетный гражданин города Самары и Самарской области, заслуженный машиностроитель и профессор Анвар Бульхин, в гостях у передачи «Без паники». Здравствуйте! Вся жизнь – это один завод? Да. И больше ничего? Больше ничего. Как такое возможно? Я почему-то чувствовал, что я больше сделаю здесь, чем я буду где-то в Москве в конторе сидеть. Пытались Москву несколько раз брать, я отказывался. Отказывал. Вот когда особенно Академия народного хозяйства кочел, меня в Москве оставляют, даже машину подсылали. Я еле-еле. Был такой у нас Калинин Алексей Иванович, секретарь, второй секретарь АПКОПа. Я его лично попросил, я говорю, сделай что-нибудь, отпашь меня. Я не хочу в Москву. Все хотят в Москву, Бульхин не хочет в Москву. Я не хотел. И правильно сделал. Я хотел живую работу с живыми людьми. А какая-то бюрокративность в советское время была. Говорят, что жизнь – непрерывная цепь собственных открытий. Мне думается, что познание людей и есть одно из самых сокровенных открытий. Это ваши слова. Вы познали людей, открыли их секрет? Я часто говорю, что руководитель должен быть психологом немного. Всех под себя грести не получится. Надо сдать потенциал ближайшего своего окружения. И этот потенциал использовать. Не люблю руководителя, который говорит «я сам». Он давит инициативу своих подчиненных. Ему будет тяжело. Это целая школа. Я никого здесь не заставлял. Я говорю, можешь вот так работать? Давай, если будем работать. Ну, я благодарен судьбе, что мне повезло. У меня плеяда таких заместителей, помощников было. Ого-го, компромисс тоже. Даже руководителю. Даже руководителю. Ты не себе пядей во лбу. Надо. И, кстати, это облагораживает и коллектив. Да, ты прав. Ну, хорошо. Но. Вот здесь последнее но. Должен ты сказать. Очень хотел жить самостоятельно. Когда я уехал в Ташкенту учиться в Ташкент, для меня это было свобода. Все. Мы жили в общежитии. Ну, во-первых, мы подали документы в мединститут. Стипендия 220 рублей. На родителей рассчитывать было бесполезно. И ходим с моим другом, с Геннадием, смотрим. Среднеазиатский политикнический институт объявляет набор. Горно-геологический факультет. Стипендия. 480 рублей. Ах, вы же меркантильный. А жить-то надо. Ну, и вы туда по конкурсу не прошли. И вот эти, с этими оценками, да, с технику взял сразу до третий курс. О чем вы тогда мечтали? Жить самостоятельно, приносить пользу. Я был ярый комсомолец. И все знал, что ни на кого не рассчитывает. На себя только лишь. Занимался спортом и знал, что все в своих руках. Когда вы устроились на завод, первую ночь вы ночевали в кабинете директора. Была такая история. Можно ли считать, что это народная примета, и всем надо поступать так же, чтобы стать потом будущим директором? Ну, я думаю, это судьба. Я никогда не забуду, мы приехали, двое девочек, одна из них потом стала моей супругой, и я с другом. Пришли, директор говорит, ну, куда, куда вас девать? Так, Рема, два пацана здесь будут спать, напротив, у головной жиряде, девочки там будут спать. Ну, потом два или три дня мы на уплатине жили у его водителя. И вот когда директор на третий день встретил, говорит, ну что, вы технари, у меня нету места техников. Вот пойдешь, помощник по рабочему, пойду. Я нисколько не, амбиций не было. Пошел, девочек контролерами сделали. Я прошел все азы производства, особенно кабельного отдела. Побощик рабочего, рабочий, бригадир, мастер, старший мастер. Это в течение девяти месяцев. В октябре месяце меня забрали на флот, в Северный флот, а там четыре года служить. Тогда было уже столько. Да. Ну, я пытался там, ты комсомолец, комсомолец. Ну, давай. Нам такие-то уже технари. Это жесткое в военное время было. Ну, пошел. Надо, Федя, надо. Весь завод знал, что Таташа и Анвар готовы жениться. Директор вызывает, говорит, мы дом заложили на победе. Мы тебе копреты дадим. Женитесь, свадьбу сделай. А через две недели пришла повестка. Ах, обалдеть! 29 октября, теряющие вагоны, и нас отправили в Архангельск. Служба у меня была тяжелая, но нормальная. Я справлялся. Радиция, радиомеханик. До сих пор? Жена не научилась? Не через мороза общаетесь? Нет. Мы общались. Это нам помогало, когда мы козла играли. Так, сиди, сиди. Надеюсь, что... О, все. Так, радисты, бочечки, стороны. Мы перестукивались и козлами всех делали. Сколько же вы вместе лет? 62 года. Вот в этом году будет. Я сейчас только вспомнил. Да, 62. За что вы ей благодарны в жизни? За все. Вместе учились, вместе приехали. Все вместе. Моя семья, мама, приняла ее хорошо. У нее погладится, хороший характер. Таких счастья нет. Вот. Отец у нее великолепный, Павел Федосеевич. Он сразу принял. А вот с матерью немного, она жестковатая была. То есть теща как положено. Теща как положено. И вот я помню, когда вот в 90-е годы, я говорю, мама, все, переезжай сюда. Послал жену, привез сюда. Она похоронена здесь. Поздно, но любовь с зятем. Ваша жена ради вашей карьеры ушла с такого значительного поста. Она была директором УТК. Начальником УТК. Начальником УТК. Она ни разу не пожалела об этом. Никогда не сказала вам. Никогда дю упрекала. Извините, я оборвал вас. Но, во-первых, это протокол был партийный. Два начальника не должны работать на одном заводе. Тем более я был начальником цеха. И сдавать ей продукцию. Ну да, тут схеменный конфликт. Да. И это прошло, на мой взгляд, безболезненно, потому что ее подруги работали в отделе главного технолога. Она пошла туда. Я не думаю. Но я у нее с парашютом сидел. Ты обижалась, дед? Угу. В 1995-1997 годах вы проходили стажировку в США, в Испании. Также вы были в Австрии. Чему вас научил Запад? Не так страшен волк, как его болеют. Мы всегда считали, что капитализм – это что-то такое. У нас хорошая подготовка была. Мы были разносторонне подкованы. И изучали теорию капитализма. Мы изучали Денцавин. Он говорил, и это надо, и это надо. Вот одевшим что сделали? Лидеры мне стали. Вы знаете, был такой у нас председатель Совета Министерства Косыгин. Он такой. Алексей Деников Николаевич. Вот он. Он был наш человек. Его реформа вышла, опубликовали и через год закрыли. Слишком много самостоятельности даешь товарищу Косыгин директорам. Мое дело на заводе всегда было. Сделал этот план, получил зарплату. Мы начали шире мыслить. Я благодарен судьбе, что я был членом Совета директоров СССР. Возглавлял тогда его академик Аган Беган, Абел Гезович. Ой, как вот этот клуб нам очень бурого и дал. Я одно понял, капитализм не страшен. Назад возврата нет. И в принципе система была подгнившая. Нельзя было работать. Вот ты работаешь, кто-то планирует. Дело до абсурда доходило, когда я даже в 75-м году, когда назначили директором, производство, которое делаю я и делает Одесса. А получатель был Чапаевский. С Одессы завозили. Какая-то странная логистика? Не знаю. В чем была логика? Я вставал на совете директоров, на коллегии министерств. Я несколько раз вот так говорю, ты против ветра дуешь. Вот, дед, я добивался своего. Я вырос на старых постулатах. Я не знаю, вы в программу свою включите или нет. Но это может быть так, между собой. А для того, чтобы сохранить коллектив, чтобы развивать его, надо создать команду. Создать хорошую команду. И, как вы и сказали, 93-94 год, надо было сохранить завод. Рвали его. Значит, ко мне многие приходили. Но, слава богу, тогда меня губернатор поддерживал, понимал меня. Это отдельный разговор с ним. Удалось сохранить завод. У нас было около 70 заводов СССР. А сохранилось 20-30. И из них половина новых. Вы для своего коллектива, когда было очень тяжелое время для России, строили жилье. Да. Вы для чего это делали? Вы знаете, вот издержки советского времени. Раньше предприятия были категорийные. От первой до пятой категории. Слесарь. Ну, допустим, я слесарь. Я иду на завод Фрудзе, у меня ставка 180 рублей. Я такой же прихожу сюда, у меня ставка 110 рублей. И все шли вот в оборонку. А что здесь делать? Кому здесь работать? Если бы пара общежития не построим, завод, все, пропал. Это я чувствовал. Ну, я человек коммуникабельным был. В Москве у меня полно друзей. Я пробил. Пробил. При помощи министра связи Советского Союза Йосифа Соломоновича Равича. Он был самый главный заинтересованный человек, чтобы Куйбышевский завод кабелей связи выпускал, как божьи телефонных кабелей. Что такое телефон, вы помните? Конечно, это же была привилегия. Это суперпривилегия была. Это же праздник, бы все соседи приходили. Вот. С конфетами. Я использовал одного человека, когда в Москве сказал, я тебе поставлю телефон. Не поставишь. Я на Тверской живой. Я сказал, поставлю. А ты мне решишь этот вопрос? Почему? Все самолеты, испытатели над заводом летали. Здесь строить ничего нельзя было. Мне удалось, короче говоря, выбить разрешение на строительство. И построили вот эти две башни. То есть телефон на Тверской решил вопрос нескольких сот семей? Нет. Несколько тысяч семей. Последний дом построили, это Комсомольская стройка была. Кооперативка Комсомольская была. И если бы не общежитие, если бы не дома, если бы вот эти вот две башни, ну и заводов это не было бы. Вы признанный лидер регионального татарского общества. Ну, не признанный. Ну, признанный, признанный. Знают все. Как у нас с национальным вопросом? Я могу сказать, что национальный вопрос, самый болезненный вопрос был в начале 90-х годов. Слава Богу, что мы тогда преодолели. Устояли. Все-таки практика национальной политики Советского Союза помогла сохранить национальные устои и в России. Мы кое-что иногда забываем. Ну, я бы сделал так. Я у меня несколько раз в Министерстве культуры говорил, создайте национальный театр в Самаре. В Москве есть. А-да. Вы вспомните, я говорю, когда приезжали Ашир Малалан за Ребежан ставили спектакли. Хохот гомерический стоял. Чувашские театры. Нет, мы металлург отдали. Подбазар. Кирова отдали подбазар. Я вот этого не понимаю. А сейчас бы поучаствовали? Может быть, к Дмитрию Игоревичу надо обратиться? Он, в общем-то, хорошо относится к культуре. Ну, я не хочу нагружать Дмитрия Игоревича. У него сейчас проблем много. Ну, я думаю, сейчас растолкану основные проблемы. Я не исключаю, что и ему тоже скажу. А вы с ним встречаетесь? Встречаюсь. Он меня хорошо сдает. Проблемы завода знает? Знает. Ну, он рад, что здесь спокойно. Мне, как почетному гражданину и города, и области, все-таки полегче кое-что делать, проталкивать. Пока. А большая нагрузка на него сейчас по каким фронтам? У губернатора делать при увеличении инвестиций, иметь деньги. И решать, повышать налоговую базу и решать проблемы региона и города. У Дмитрия Игоревича пока получается, могу сказать, у него очень сейчас большой опыт. И было хорошо, когда он и мэром был, и в Москве на тарелах. Связи, это связи, есть связи. Телефон. Да. На Тверской. Мне, да, мне это нравится. Я думаю, Дмитрий Игоревич, кстати, большое будущее у него. Потенциал у него есть. Опыт есть. Он много сделал. И много может сделать. Чем живет сейчас ваш холдинг? У нас три СП заграничные. Есть еще приобретение в Андижане. Я его строил. Старый директор завода, он вышел с ЦК Узбекистана и сказал, вот, если можно продать, только можно продать Сабарской кабельной компании. Ну, мы посмотрели, неплохо бы. Взяли хороших людей, руководителей и президент изменился в Узбекистане, Мирзиев. СП с иностранцами неплохо, есть проблемы, работаем над ним. Вот. Имеем прибыль определенные. Мы в Чапаевске построили новый завод. Что такое Чапаевск, вы знаете. Конечно, промышленная зона. Вот. Сделали, выполнили задание, привлечить и не висеть моих партёров. Вот сегодня с американцами говорили, но еще рады говорить. Я пару идей воткнул, я говорю, прожуйте, Ричард. Окей, тоже вот на ужин пойдем, будем говорить. Кстати, вот американцы, 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 американцы брось. Мы с ними 20 лет работаем, все, принимаем консенсусы, споров нет. Я могу принудить, у меня 74%, но лучше всего метод убеждения. часть компромисса его высказывать надо воспринимать, чтобы он тоже выдохнул. Ну, кое-что сделали, борьба продолжается. Бизнес всегда в борьбе, особенно малый и средний бизнес. Вот здесь у нас очень много издержек, пустых есть проблемы. Вот есть вопросы масштабные. Я лучше напишу союз машиностроителей авиетичанам, объясню ему ситуацию. У нас один или два вопроса такие были. Мы по прямой прошли. А не было бы союза, я бы шел вот так к руку. То есть опять связи? Опять связи. Нет, членство в союзе машиностроителей это необходимость. Вы разделились в Узбекистане, в Фергане. Готовите ли вы своей семье ферганский плов? Каждый праздник, любой праздник, будь то государственный праздник, будь то день рождения, главный плововар Анвар Абай. Молодец. Все, это все. У меня две сестры есть, вот они делают плов, зятя делают плов, ну, есть отсечники, внуки, дед, ну, у тебя вкуснее. Баранина с курточным салом, все как положено. Все, весь ритуал схвачен, и по возможности я оттуда привожу мешок риса, только для взора оттуда я беру. Главное, чтобы рис был оттуда. Не обязательно. У нас продают такой рис? Есть, на рынке продают, но не всегда, я сразу узнаю, они кирпичом трут, не тот рис. короче говоря, надо рис знать. Ну, не знаю, я не ошибался один раз. Надо чувствовать рис, огонь и котел посуду. Вот это чувство у меня есть. Никогда не забуду, первый раз плов поел Титов, бывший губернатор. Ну, да, он, кстати, Алексеевич. Да, говорит, ну, я везде ел, говорит, но твой плов вот у меня. Я их палываю. Раз два-три года встречаемся. Котельников Геннадий Петрович говорит, ой, какой плов. Чуть, что, ой, какой плов. Чем занимаются сейчас ваши дети? Сын у меня, вот, недавно было, ему 61 год, он полковник в отставке Питер. Какие войска? РВСН, ракетные войска. Сынялся. Дочь Алия Адваровна, она окончила мединститут, стоматологию, сына родила, сына родила, и муж ей сказал, Аллочка, воспитывай детей. Ну, доктор. Образование никуда не денешься. Детей надо лечить. Вот она, она и как домашний доктор, и воспитатель, и так, и так, и так. А сколько внуков сейчас? Так, раз, два, четыре внука, внучка. Да, четыре внука, внучка. Ох! Вспомнил, молодец. Сейчас мы будем там. Да, и три паровночки. Старшую зовут Лиза, мы ее назвали в честь мамы Наташа Наталья Павловна. Ее уже 15, 16 лет, по-моему. Варвара и Василиса. Ну, вот на это позитивно носим. Мы завершим наше интервью. Спасибо. Анвар Кашафович, спасибо вам огромное. Я вам желаю только здоровья. Игорь Наталья Павловна. Спасибо.